Благоустройство сквера по улице Звёздная 12 в Петропавловске идёт полным ходом. Новая территория должна соответствовать проекту, за который голосовали жители микрорайона «Горизонт-Юг». Этого требовала подрядная организация и глава Петропавловска Константин Брызгин в ходе выездного совещания в среду 15 июля. На встречу подрядчик предложил заменить некоторые виды материалов, а также установить малые архитектурные формы иной конструкции, а не те, что указаны в проекте. Но Константин Брызгин посчитал, что это будет неправильно. Не должны изменяться основные параметры объекта. Это самое главное. Ещё раз повторюсь, это выбор жителей. Это не наша с вами прихоть, поэтому должно быть реализовано так, как указано и так, за что голосовали наши жители. С точки зрения МАФов, я думаю, что мы ничего пересогласовывать не сможем, потому что внешний вид проголосован гражданами. Граждане ждут вот точно такой картинки, какая есть. И какие-то другие формы и образы. Это было бы хорошо, но уже поздно. Поэтому заказывайте то, что нужно делать, если вы планируете выполнять этот контракт. Он подчеркнул, что подрядчику необходимо ускорить проведение строительных работ, произвести закупку материалов и малых архитектурных форм, соответствующих условиям контракта. Сейчас на территории будущего сквера идут ландшафтно-планировочные работы, которые начались ещё в июне. После этого здесь должны появиться прочные пешеходные дорожки и площадки с покрытием из тротуарной плитки, подфорная стенка, газоны и цветочная клумба, освещение, а также детская игровая зона и спортивная площадка для подростков и молодёжи. Срок окончания работ – 1 сентября 2020 года. Недопонимание происходит в диалоге. Вот этот диалог нужно настроить с обеих сторон и выполнить всё в сроке. Если у нас будут какие-то задержки, вы знаете, мы в любом случае обязаны применять штрафные санкции, поэтому в ваших интересах максимально эти задержки все сократимы. Напомним, благоустройство сквера по улице Звёздная, 12 началось в июне 2020 года в рамках реализации федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».